Но для начала давайте мы все-таки по традиции, я поделюсь с вами творчеством, потому что творчество это тоже, вот еще и оно должно быть обязательно. Для меня, конечно, шитье занимает такую львиную долю в творчестве, в таком полезном, но и, в общем-то, другим творчеством тоже буду с вами делиться. И обязательно это должно присутствовать в жизни женщины. Итак, девчонка наша подруга из театра моды. В прошлом году мы дарили ей круг, классное универсальное платье, давай покажем его. Совершенно не требует, я буду параллельно комментировать, не требует никакого шитья, очень быстрый способ создать себе вот такое прекрасное летнее платьишко и в нем и дома, и на улице, и в общем, и где. И еще раз я хочу сказать, потому что это видео в том числе будет на канале Милослава Краснопольская, что идея вот этого шитья свободного не в том, чтобы научиться как-то очень хорошо шить и в этом быть там суперпрофессионалом, это немножко другая тема. Это как бы еще и шить, ну, знаете, вот еще и кексик научиться готовить, еще и там, я не знаю, что-то там, не знаю, сделать из декапажа, еще и шить. То есть здесь идея, что каждая девчонка, женщина, она может быстренько сделать себе какую-то вещь. В этом была идея, быстро и не требовала, чтобы это ни особых вложений, ни финансовых, ни энергетических, чтобы все произошло достаточно легко и каждый мог найти на это время. Видеоурок у нас по этому кругу есть, и вы можете попробовать. Все это очень увлекательно, когда вы быстро видите результат, конечно, это вдохновляет. Круг у меня есть, сейчас хожу в нем дома и всегда в жару, прямо радуюсь, не нарадуюсь. Значит, давай дальше, покажем фотку, и вот здесь она тоже сшила себе в отпуск прекрасную вот эту вот полосатую футболку, сумка тоже ее работа. Давай возвращаемся, футболка с спущенным рукавом, и опять же всем рекомендую, ну, вот этот спущенный уж рукав научиться делать, кстати, на мне сегодня тоже рубашка со спущенным рукавом, эта рубашка у меня под покраску, сразу на ткани были вот такие пятна, и меня это очень вдохновило, ткань очень классная, но она была с пятнами. Возможно, они и отстирались бы, я не знаю, но я хочу все оставить и специально сделать тоже пятнами, покрасить рукава. Так вот, спущенный рукав – это один из самых простых методов, универсальных, которым можно сшить, не знаю, то, что угодно, кому угодно, всегда, когда вот угодно. Поэтому, да, на какую угодно фигуру, вот смену сейчас стоит футболки в этой, значит, и так далее. Это классный способ научиться, вот быстро научиться сшить, если у вас тоже есть, хочу еще и сшить, хочу еще и сшить, так вот легко, по-женски, не так вот по-мужски, мы сегодня еще будем проговорить мужскую природу, когда у нас прямо вот есть цель, и мужчина там вот как раз-таки ему это подходит, и двигается вот к этой цели, очень узконаправленно. Вот у женщины все не так. Это именно про энергию. Конечно, кто-то добивается в этом высокого профессионального мастерства, но в данном случае мы говорим про то, чтобы быстро для себя, для своих близких, подружек и так далее сшить какую-то вещь. Спущенный рукав есть у нас отдельные курсы, есть пакет, вы можете освоить и все сшить, в общем, и радоваться. Так, следующее у нас Ирина, да? У нас подруга из театра моды, тоже тельняшка, это сейчас хит. А музыка? Да, и, в общем-то, вы видите, тоже как классно, универсально, опять же, быстро можно творить и радоваться. Давай дальше, Ирина. Ну и, конечно же, возможность шить платье. Прекрасный, красивый, я не вижу, какой здесь рукав. Не помню, может быть, тоже спущенный или реглам. И, опять же, играть вот в эту вот игру, перевоплощаться. Всегда на пользу женской энергии. Я вижу, ну, как бы, почему театр моды, да, тот же так преображает девчонок. Вот эта возможность, когда, ну, сейчас это не принято, наряжаться, да, где-то шляпки, где-то, значит, ну, одеваются в основном. Очень просто, да. И, конечно, люди, многие, я, конечно, наряжаюсь, но в целом люди смотрят, что вот другие не наряжаются и тоже не наряжаются. Поэтому это какая-то вот возможность выглядеть, а для женщин важно, да, вот раньше были балы все равно, какие-то светские мероприятия. Важно именно примерять на себя новые образы, новые состояния, выглядеть вдохновляюще, чувствовать себя красивой. Ну, это вот женская природа. Поэтому, конечно же, шить платье, ну, это магия. Это магия, это мистика, это всегда такие классные чувства. И бывает у меня платье, я там один раз в нем вышла, но это такое счастье в процессе, в результате. Ну, и, конечно, возможности финансовые, потому что все-таки платье, как правило, с достаточно большим количеством ткани. Они, насколько я знаю, дорого их производить. Вот даже там просто юбку и блузку дешевле производить, чем платье. Поэтому платье очень выгодно шить. Опять же, освоить, шить можно хоть из чего. Сейчас уже тоже это, когда я начинала, еще никто это не понимал, сейчас уже многие понимают, что это ткань там 2,5 метра, может быть и постельным бельем, и платьем. Кстати, такая ткань сейчас была на Ирине. Это вареный хлопок, ткань, по сути, может быть и для постельного белья, для любого вида одежды. И она изначально вот такая, чуть сжатая, и можно, в общем, шить из нее любые летние классные вещи. Дальше, Лянка. Шью новое платье своей подруги, как всегда, без вытроги и с прямоугольников. Сначала рвем ткань, гость в шоке. Прямоугольники складываю и по схеме спущенный рукав срезаю сначала плечо. Затем рукав кладу в одну линию с плечом и срезаю лишнее. Получается пройма. Подставляю обратно и делаю пройму на основе. Крой готов. Приступаем к шитью. Готовый результат показываю на себе. Еще пришила полосу, как на халате. Сделала пояс из этой же ткани. Муж сделал кнопки. Творите и живите свободно. Жду вас на своем канале. Захотелось, мне прям было вдохновение попробовать формат шорт. И я вообще люблю как-то информацию доносить до людей быстро и ясно, поэтому мне он очень подошел. И как вы видите, здесь практически объясняю, как шить спущенный рукав и как можно очень быстро и классно получить вещь. Тут сшили платье подруги. В общем, опять же, я пытаюсь каждый раз доносить до все новых людей, что вот вы тоже сможете сшить, это здорово и у вас получится. И также сейчас посмотрим еще одну шорт. Это клады мы сшили. Есть вид шорт, что тоже спущенный рукав. Интерес, видите, этой технологии в том, чтобы один раз научившись эти прямоугольники делать и складывать, и там вырезать чуть-чуть, вы сможете делать абсолютно разные вещи. Давайте посмотрим. У Лады новые джинсы, а это значит, что порашить свитшот. Конечно же, быстро, просто и без выкройки из прямоугольников. Отрез ткани складываем по меркам и получаем сразу нужные прямоугольники рукавов и основы. Основу складываем еще раз пополам. По схеме спущенного рукава срезаем плечо и горловину. Прямоугольник и рукава кладем в одну линию с плечом и убираем лишнее. Подставляем обратно и делаем пройму на основе. Рукав сужаем, крой готов, шьем. Наша дочь прекрасно справляется с оверлоком и уже освоила наши курсы по шитю без выкройки. Пробуйте и вы, это доступно для каждого. Наши любимые помощники. Итак, всего за 20 минут, базовая модель готова. Еще я пришила капюшон, муж делал печать. И вот такая стильная современная вещь получилась. На мне также свитшот без выкройки. Творите и живите свободно. Жду вас на своем канале. Шить по этой технологии могут даже дети. И это тоже не может не вдохновлять. И как-то с семьей время проводить. Мне нравится, что дети видят процесс творчества, что можно делать что-то своими руками. Опять же, уже не секрет, что это классный вид медитации. По-настоящему такой вот настоящий, когда ты и делаешь что-то, и твое сознание очищается. То есть это 100% полезное творчество. Можно сказать, как товар повседневного спроса, одежда. Плюс самовыражение, плюс медитация. В общем, абсолютный, я считаю, хит. Поэтому всегда думаю, как бы мне вот так по большему количеству людей донести, что им пора начинать. Они увидят в этом не шитье, чтобы вы увидели в этом не шитье, а совершенно другую пользу, которая по-настоящему от этого получается. Итак, дальше посмотрим зеленое платье. Я тут комментирую. Классное платье с прошлого года. Также спущенный рукав и пришиты оборки. Все это прямоугольники. И, конечно же, когда я шью платье, это всегда про состояние, про то, чтобы опять же якорить какие-то нужные события в своей жизни. В ней данное платье я шила, чтобы как раз я видела себя прогуливающуюся рядом с мужем, в какого-то состоянии, какого-то успеха и финансового, и вот такого семейного счастья. Такая вот женщина, которая хорошо. Вот платье про это. Которое вот море там, где-то вот эта вода, спокойствие. И, собственно говоря, когда так думаешь, конечно, сознание так или иначе все равно ведет к этому состоянию. Я всегда, когда я это платье надеваю, обязательно это чувствую. Может быть, не каждый день хочется быть вот в таком настроении, но тем не менее я рада, что у меня есть разные платья, под разные состояния, разные задачи. И таким образом, женщине нужно быть актрисой, нужно менять вот это все, потому что ее природа подобна вот природе, да, то есть именно вот, которая постоянно меняется. в погоде. То солнце, то холод, то гроза. И как бы женщина, вот мы тоже вчера с теми нам такую фразу, ангельски демоническая должна быть ее природа. То есть разная, разная. И тогда она чувствует себя прямо в ресурсе. Платье одно из, ну, многие женщины знают, один из способов почувствовать себя как-то по-другому и тем самым изменить свою жизнь к лучшему. Ну, и, конечно, работу наших учеников, давайте посмотрим. Вот нам прислала наша ученица цель на крой. Совершенно классная модель, которая может, тут она из трикотажа, возвращай на меня, которая, вот себя спрашивают, у меня там фигура. Все наши модели подходят на любую фигуру. Мы сейчас в процессе того, чтобы, по-моему, еще раз-то продемонстрировать, уже им показывали, вот сейчас нашли девчонку классную, будем пить на нее, и вы увидите. Но вот цель на крой, это всегда модель, которая подходит на любую фигуру, легко ее шить, кроить, и тоже, в общем, порадовать себя какой-то обновкой. Вот этим ощущением я это сделал сам. Благодарим вас за вашу работу, я очень радуюсь, и понимаю, что все не зря. Ну и давай еще посмотрим. Детские вещи. Наверху у нас мы там видим такая вот длинненая толстовочка платья, можно носить с джинсиками, или там с леггинсами, ну и костюм. Для детей сейчас, давай вернем, для детей, по нашим технологиям сейчас можно носить просто самые трендовые, самые классные вещи, совершенно немного ткани требуется. Дети, они никогда, как сказать, вот не вредные, да, то есть на них все садится, и это тоже такая вот забота, такое правильное вложение своей женской энергии, ну в данном случае мы с Семеном и вместе делаем сейчас, и дети сами шьют, вообще правильное вложение энергии. И ты вот эту вещь чувствуешь, как, ну и все понимают, да, как вот домашняя еда, вот это то же самое. То есть все понимают, у нас в России все-таки готовят еще люди, понимают, вот домашняя еда, это домашняя еда, и они все равно ни с какими ресторанами, кафе даже с самыми лучшими сравнить. Так вот, домашняя вот эта фаши поддежды, это то же самое, и в этом есть огромный смысл, энергия и радость и защита. Мы закончили, да, с творчеством получается. Ну что, друзья, всем тем, кто сейчас смотрит нас на канале Милослава Краснопольская, я предлагаю присоединяться к нашим разговорам на канале Краснопольская Правда, который будет переименован в скором времени в Расправь Крылья. Ну, здесь мы обсуждаем законы жизни и пытаемся понять их, чтобы быть счастливыми, оставаться долго красивыми, молодыми, энергичными. И все это на собственном опыте. Я все вам рассказываю, не читая книжки, потому что я мистик, и мне кажется, самое главное мистику – это идти на собственной шкуре, все это испытывать. Потом я испытываю это на шкурах своих знакомых, ну и дальше уже рассказываю вам. В общем, жду вас и присоединяйтесь.